Здравствуйте! Эфир телеканала СКАД продолжает Самарский телевизионный вестник в студии Александр Семенов. Начинаем с главного. АвтоВАЗ возобновил работу, напомню, 3 июля. Конвейеры на предприятиях автогиганта в Ижевске и в Тольятти остановились. Причина была в срыве поставок от производителя автокомпонентов из Нижнего Новгорода. В ситуацию вмешались главы Самарской и Нижегородской областей, а также полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе. В результате переговоров кризисную ситуацию удалось решить в течение двух дней. Конвейеры снова заработали. На АвтоВАЗе в кратчайшие сроки разрешили ситуацию с приостановкой производства. Напомню, 3 июля встали сборочные линии в Тольятти и Ижевске. Простой был связан со срывом поставок необходимых комплектующих со стороны ООО «Завод автокомпонент» из Нижнего Новгорода. Причина в том, что поставщик хотел увеличить цену на свою продукцию. Хотя в контрактах на поставку комплектующих прописано, что даже если стороны не договорились об изменении цены, поставщик обязан продолжить отгрузку. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, который как раз находился с рабочим визитом в Нижнем Новгороде, провел встречу со своим коллегой Глебом Никитиным. Конечно, я как губернатор, безусловно, всегда забочусь от жителей Самарской области, о людей, которые честным трудом зарабатывают себе, своей семье, обеспечивая их благосостояние. Поскольку ситуация дошла до такой кризисной, до остановки конвейера, пришлось в нее вмешаться. Поскольку дело, еще раз подчеркну, касается крупнейших трудовых коллективов, десятков тысяч людей, мы, конечно, будем создавать условия для сближения переговорных позиций. Стороны обсудили пути урегулирования конфликта. Своё влияние оказал полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров. И все это дало положительный, а главное, быстрый результат, который позволил избежать больших экономических потерь и проблем на производстве. А главное, не позволило ухудшить положение работников предприятий, как самого АвтоВАЗа, так и поставщика. Кризисную ситуацию нам удалось разрешить буквально за два дня. И мы хотели бы поблагодарить за содействие в этом вопросе региональные и федеральные органы власти, лично губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, который активно вмешался в эту ситуацию. И оказал помощь и всему предприятию, и всему коллективу. И, конечно же, АвтоВАЗ особенно признателен полномочному представителю президента Российской Федерации в Привозском федеральном округе Игорю Комарову за поддержку в этом вопросе. Приостановка работы АвтоВАЗа пришлась на время наращивания производства. Автогигант за первые полугодия увеличил выпуск продукции почти на 3%, а заработная плата выросла на 7%. Успешный старт. Серийные ракетные двигатели, произведенные самарским предприятием «Кузнецов», обеспечили пятый старт ракеты космического назначения с космодрома «Восточный». Запуск корабля «Союз» с разгонным блоком «Фрегат» и метеорологическим космическим аппаратом, а также 32 малыми космическими аппаратами попутной нагрузки, состоялся сегодня в 8.41 по московскому времени. Установленные на первой и второй ступенях ракеты космического назначения, двигатели отработали штатно. Данный старт стал седьмым в текущем году стартом ракетоносителя типа «Союз» и пятым пуском с новейшего российского космодрома, который обеспечили серийные изделия самарского завода «Кузнецов». В следующем учебном году большинство школ Самары переходят на электронные журналы и дневники. Каждый родитель сможет в любое удобное время посмотреть учебные успехи своих детей. Потребность в бумажном дневнике отпадает. Впрочем, последнее слово в судьбе бумажных и электронных носителей и их роли в учебном процессе остается за администрацией школы. При этом позиция должна быть согласована с родителями учеников. Ужасный запах и антисанитария в одном из дворов Куйбышевского района вот уже несколько месяцев не убирают и не выкачивают общественный туалет. Ситуация там действительно непростая. Люди уже не знают, куда им жаловаться и кто поможет. Об очередной коммунальной беде из жизни самарцев в нашем следующем материале. Этот общественный туалет сразу для нескольких домов во дворе. Раньше его регулярно чистили и выкачивали. У людей претензий не было. Однако с конца мая ситуация изменилась, сетуют местные жители. Почему не убирают? Мы заявку, говорят, подали. Ждите. А когда ждать? Когда лето идет, мухи летают. И из этого в окна все открывать нельзя, когда ветерок начинает дуть. Дышать нечем. Элементарно погулять на свежем воздухе во дворе люди не могут. Детей не выпускают так же. К сожалению, телевидение не передает всех благоуханий. Туалет не убирается. Машина выгребная вообще. Не помним, когда приезжала. Буквально в нескольких метрах детсад. И всеми этими ароматами, в кавычках, вынуждены дышать и дети. Фекалии все наружу. Сзади ничего не убирается. Дворников якобы нет у них. Люди обращались практически во все возможные инстанции. Результата нет никакого. У них осталась одна надежда. Телевидение, возможно, хотя бы с помощью огласки. Проблема начнет решаться. Александр Семенов, Олег Галочкин, СТВ. Первые 23 тысячи пенсионеров в Самарской области уйдут на заслуженный отдых по новой системе, достигнув возраста 60,5 и 55,5 лет. Соответственно, для мужчин и женщин с начислением суммы выплат по баллам. В региональном отделении пенсионного фонда говорят, что для них уже все готово. Со второй половины 2019 года на пенсию будут уходить по новой системе. Таких людей по подсчетам регионального отделения Пенсионного фонда России около 23 тысяч. Условия таковы. Достичь возраста 60 лет и 6 месяцев для мужчин и 55 лет и 6 месяцев для женщин. В последующие годы возраст будет поэтапно подниматься. Иметь также 10 лет стажа минимум, а также необходимое число пенсионных баллов. Сегодня для того, чтобы реализовать право, нужно иметь 16,2 балла. Не ниже. Только тогда мы будем назначать пенсию. Но у каждого гражданина индивидуальные пенсионные права и индивидуальная сумма баллов. Может быть и 126, может быть и 100. Эти баллы умножаются на сумму стоимости одного балла. На данный момент это 87 рублей. Таким образом, при сумме 100 баллов получается 8700. К этому прибавляется еще 5300 рублей. В итоге должно получиться 14 тысяч. В последующие годы будут расти и возраст, и минимальный стаж, и число необходимых баллов. Сейчас ввели послабление для тех, кто к моменту выхода на пенсию имеет 42 года или 37 лет стажа, соответственно, мужчинам и женщинам. Они смогут уходить на пенсию раньше на два года. Однако в этот стаж не попадут годы службы в армии или силовых структурах, учеба в вузе, нахождение в декрете. Таким образом, если какой-нибудь прапорщик или офицер, отслужив 10 лет, потом по какой-то причине попадет на гражданку, эти 10 лет не войдут в стаж, дающий право на досрочную пенсию. Вот такая социальная справедливость. С другой стороны, государство приняло меры по защите тех людей, которых уволили в предпенсионном возрасте. Законодатель ввел особую, учитываемую категорию граждан, это граждане предпенсионного возраста. Это граждане за 5 лет до назначения пенсии по старости. У этой категории граждан период выплаты пособия 12 месяцев, и у них увеличен размер пособия 11 280 рублей. Во всей этой пенсионной истории со сложной системой баллов, прогрессирующим сроком выхода, смешиванием двух систем, старой и новой, есть один положительный момент. Еще в прошлом году власти России ратифицировали Международную конвенцию о минимальных нормах социального обеспечения. Она предусматривает, что коэффициент замещения утраченного заработка трудовой пенсии по старости должен достигать 40%. И вскоре эта норма начнет действовать. То есть фактически наша страна вернется к старой советской системе. Зачем было затевать столько преобразований, если все придет на круги своя, непонятно. Максим Остриков, Дмитрий Лукин, СТВ. Пойман по подозрению во взяточничестве. Сотрудники ФСБ Самарской области задержали заместителя начальника отдела судебных приставов Октябрьского района Самары. Его взяли с поличным при получении 500 тысяч рублей. Как сообщили у ФСБ, деньги пристав взял за прекращение исполнительных производств и снятие ограничений на регистрационные действия с имуществом в отношении одной из коммерческих организаций города. В управлении Следственного комитета по Самарской области возбуждено уголовное дело. В Самарской области открылся Грушинский фестиваль. На Мастерковских озерах работают концертные площадки. В этом году на знаменитой поляне работают 14 сцен, на которых выступят порядка 200 артистов и бардов. Среди них почетные гости фестиваля Александр Городницкий, Олег Митяев, Галина Хомчик, Василий Урьевский, солисты группы «Частный случай», Алексей Кортнев и Сергей Чекрыжов и многие другие. Ожидается, что на Грушу приедет более 30 тысяч гостей со всех уголков страны и зарубежья. Главный концерт состоится в эту субботу в 10 часов вечера. Самарские спортсмены стали триумфаторами чемпионата Европы по тейквондо. Главные соревнования Старого Света прошли в Казани. 650 бойцов из 26 стран участвовали в престижных соревнованиях. Волжане показали свой высокий класс. С чемпионами встретилась и съемочная группа СТВ. Уставшие, но довольные спортсмены всегда готовы провести мастер-класс. Самарские тейквондисты с медалями и кубками. Небольшие показательные выступления на свежем воздухе позади. Сложнейшие соревнования, с которых они привезли медали различного уровня. Только золотых семь. Выступил. В результате две золотые медали на чемпионате Европы по специальной технике и силовому разбиванию. Насколько была серьезная конкуренция? Ну, по спецтехнике, ну, в принципе, шесть команд и там, и там было, со всей Европы. Женственные, улыбчивые и общительные самарские девушки славятся не только своей красотой, но и боевым нравом. Наши тейквондистки также показали свой высокий класс. Ты всегда идешь к своей цели, добиваешься ее в спорт. Мне кажется, это всегда помогает в этом. Порядок какой-то есть внутри самого себя, дисциплина вырабатывается. Бесконечные тренировки по несколько раз в день. Соревнования с самим собой, только люди с остальным характером становятся чемпионами. Очень высокая оценка, да. Мы сильнейшие по разбиванию и победили таких фаворитов и сильные команды, как Чечня, Красноярск. Времени на отдых у ребят практически нет. Совсем скоро самарские тейквондисты начнут подготовку к новым соревнованиям. Перед собой они всегда ставят только самые серьезные цели, как и на минувшем чемпионате Европы. Была серьезная подготовка, долго готовились, собралась очень хорошая у нас команда. Мы и в команде заняли первое место, и в личном зачете тоже первое место. Тейквондо – один из самых динамичных и красивых видов восточных единоборств. Скорость ударов порой тут такая, что и не успеваешь за ними уследить. Лучший пример для простых людей – это заниматься с чемпионами. И когда-то тоже занимался тейквондон, но из-за травмы пришлось составить этот вид спорта. И вот сегодня я хочу снова попробовать свои силы в этом красивом виде единоборств. Александр Семенов, Олег Галочкин, СТВ. Несуетные образы. Выставка под таким названием открылась в Самаре. Художник Петр Дик – один из самых ярких и необычных живописцев второй половины 20 века. Его работы выставлялись в Русском музее и в странах Европы. А сейчас и самарцы смогут увидеть творчество художника. Подробности в сюжете нашего корреспондента Максима Острикова. Несуетные образы Петра Дика. Лаконичные картины, наполненные большим смыслом и эмоциями. И равнодушным этот художник не оставит никого. Он писал не просто картины, а истории, которые проступают сквозь полотно. Что-то понравилось, что-то вызывает сомнения. Очень понравились некоторые работы. И в основном все работы, они заставляют задуматься и как бы представить историю. То есть мы, в принципе, рассматриваем каждую картину как некий сюжет. То есть вот есть мальчик, который сидит на скале. Мы как бы видим не просто мальчика, сидящего на скале, а мальчик, который смотрит на море и ждет возвращающегося отца с плавания. То есть вот какие-то такие истории видятся за всеми этими картинами. Художник творил в наше время, во второй половине 20 века. Очень мало живописцев, которые привнесли что-то свое, новое в искусство. Петр Дик один из них. Пик его творчества пришелся на 90-е годы прошлого века. Он и не реалист, и не авангардист. Искусствоведы говорят, что это особый, третий путь в изобразительном творчестве. Я не знаю, третий это путь, четвертый это путь, но это действительно своя линия в искусстве, и этот художник узнаваем с первого взгляда. Самое уникальное, как Петр Дик, мало кто владеет светом. Его работы буквально насыщены какой-то невероятной духовностью. И вы знаете, когда мы делали экспозицию, вот в залах, как будто бы какое-то тепло, добро царит, свечение. Все работы сделаны очень необычно. Это пастель на наждачной бумаге. Это такой практически единственный мастер, который работал в такой технике. Родственники художника преподнесли в дар нашему художественному музею 8 работ. Так что даже после окончания выставки Петр Дик и его творчество останутся в Самаре, пополнив культурное богатство нашего города. Максим Остриков, Дмитрий Лукин, СТВ.